Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас седьмой урок четвертой четверти. Все мы слышали о Чернобыле. Теперь во всем мире это синоним ядерной катастрофы. Взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции ночью 26 апреля 1986 года для миллионов людей разделил жизнь на до и после катастрофы. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до сих пор. И как вы сейчас поняли, тема сегодняшнего нашего урока – это последствия Чернобыльской аварии. На этом уроке мы выясним, что такое радиация и чем она опасна. Попробуем разобраться в причинах произошедшей катастрофы, с какими последствиями этой аварии встретилось человечество и какие уроки вынесло из Чернобыльской аварии. Радиация. От латинского слова «излучение». Радиация – это ионизирующее излучение, вид энергии, высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн. Гамма – излучение и рентгеновское излучение. Или частиц, к которым относятся нейтроны, бета и альфа частицы. Когда была открыта радиация, никто даже подумать не мог, какое воздействие оно оказывает на человеческий организм. Например, ради был настолько популярным, что с радиом выпускались кремы для волос, губная помада, зубная паста, соли для ванн, костюмы, светящиеся в темноте, и даже шоколад. До середины XX века в быту использовали радиоактивные светящиеся краски, например, для стрелок часов и циферблата. Рак ротовой полости был профессиональным заболеванием женщин, которые работали на таком производстве. Рентгеновские кабинеты не снабжали изоляцией, больных не накрывали свинцовой пластиной. Первыми жертвами излучения стали ученые, которые работали с радиоактивными веществами, без всякой защиты. Исследователи думали лишь о грандиозных возможностях, которые открывает им радиация, и проводили эксперименты буквально голыми руками. Вильгель Рентген, физик, открывший рентгеновские лучи, умер от рака. Мария Складовская-Кири вместе со своим мужем Пьером перерабатывали урановую руду, открыв радий и полоний. От постоянного контакта с радиоактивными образцами руки Мария и Пьера Кири были покрыты язвами. Она до конца дней вынуждена была носить черные перчатки, скрывающие следы от язв последствий излучения. Но ни она сама, ни врачи той поры об истинных причинах ее недугах даже не подозревали. В результате Мария Кири умерла от лейкемии, вызванной радиацией. Ее муж избежал этой участи только лишь потому, что погиб еще раньше, попав в дорожное происшествие. В 1946 году молодой канадский физик Луис Злотин работал в США над созданием атомной бомбы. Во время эксперимента по проведению цепной ядерной реакции получил дозу радиации и скончался через 10 дней от лучевой болезни. От полученных доз радиации рано умерли Энри Бекериль и Ренжелё Кири, дочь Мария и Пьера Кири. Сейчас уже не найти всех имен тех, кто погиб и тяжело заболел, работая в те годы с огромными дозами радиации. Когда же произошла катастрофа в городах Хиросима и Нагасаки, действие радиации на человека практически не было изучено. Огромное количество людей погибло во время взрыва. Но люди, выжившие при взрыве, продолжали умирать. Вначале никто не придавал значения новой болезни, ведь по некоторым симптомам она была схожа с другими заболеваниями. Так, например, тошноту и рвоту связывались с дизентерией. И лишь только позже, когда действие этой болезни достигло своего пика, а это произошло через 3-4 недели после взрыва, пришло осознание того, что эта болезнь напрямую связана с радиацией, а именно с ионизирующим излучением. Она получила название лучевой болезни. Эти события подтолкнули к проведению исследований в области ядерной физики и ядерной медицины, которые вскоре сумели спасти жизни многим людям. Давайте вспомним, что же представляет собой радиоактивное излучение. Радиоактивное излучение включает в себя альфа, бета и гамма лучи. В процессе ядерных реакций образуются также нейтроны и другие частицы, которые также будут оказывать различные действия на организм. Эти потоки обладают высокой ионизирующей способностью, но гамма-излучение самое опасное и от него очень сложно защититься. Ионизация живой клетки приводит к нарушению ее деятельности, что отрицательно сказывается на организм в целом. Различные органы по-разному подвержены действию радиации. Наиболее чувствительны к радиации легкие желудок и половые органы. Радиационные эффекты делятся на два вида. Соматические – это лучевая болезнь, лучевые ожоги и возникновение лейкозов, то есть лейкемии и раковые опухоли. А также генетические – это генные и хромосомные мутации. Кстати, эти эффекты проявляются и в последующих поколениях, то есть у потомков человека, подвергшегося облучению. От чего же еще будет зависеть величина облучения? Соответственно, и вред, который будет нанесен организму. Величина облучения будет зависеть от количества поглощенного излучения, от массы тела и от длительности воздействия облучения. Энергия ионизирующего облучения, поглощенная облучаемым веществом и рассчитанная на единицу массы тела, называется поглощенной дозой излучения. Она равна отношению поглощенной телом энергии к его массе. За единицу измерения поглощенной дозе в системе Си принят Грей. 1 Грей – это такая доза, при котором в массе 1 кг передается энергия ионизирующего излучения в 1 джоул. Рассмотрим таблицу, в которой приведены поглощенные дозы и соответствующие последствия. Существует естественный радиационный фон, который наносит небольшой вред, но никаких ярко выраженных последствий при поглощении таких доз нет. Дозы до 1 Грея вызывают не очень значительные изменения и еще могут рассматриваться как состояние предболезни. Однако дозы свыше 1 Грея вызывают острую лучевую болезнь. Дозы более 3 Грей считаются критическими и получившие такую дозу требуют немедленного лечения. Дозы более 10 Грей являются 100% смертельными. Ну а теперь перейдем непосредственно к Чернобыльской аварии. Город Чернобыль находится на севере Украины, 110 км от Киева и в 16 км от границы с Белоруссией. 35 лет назад это был Советский Союз. Чернобыльская атомная электростанция имени Ленина была одной из крупнейших в Советском Союзе. Ее проектная мощность составляла 6000 мегаватт. Два из четырех энергоблоков построили в 70-х годах XX века. Каждый энергоблок состоял из ядерного реактора и двух паровых турбин. Строительство двух остальных реакторов завершилось в 1983 году. Именно на четвертом реакторе и произошел взрыв. Попробуем разобраться, что же случилось в этот страшный день. На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции для очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводят различные испытания оборудования. Почти за минуту до взрыва начался эксперимент. Через 35 секунд был зарегистрирован сигнал аварийной защиты. Поглощающие стержни начали движение в активную зону. Однако реактор не был заглушен, а наоборот начал разгоняться. В следующие несколько секунд зарегистрированы различные сигналы, свидетельствующие об очень быстром росте мощности. Затем регистрирующие системы вышли из строя. Началась цепная реакция, что вызвало перегрев и рост давления в системе охлаждения. Реактор вышел из-под контроля. И в 1 час 24 минуты произошло два тепловых взрыва. Тысячетонную оболочку реактора снесло. Это привело к полному разрешению четвертого энергоблока. Катастрофа совершилась, и главную роль в этом сыграли просчеты тех, кто создавал реактор. Сразу после катастрофы погибло 31 человек. 115 тысяч жителей были эвакуированы из 30-километровой зоны. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 600 тысяч человек. В результате аварии произошел выброс 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в том числе и изотопов урана, плутония, йода, цезия и стронция. 200 тысяч квадратных километров – это примерная площадь загрязнения радионуклидами. Масштаб катастрофы в 400 раз превысил последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме. В Хиросиме порядка 700 грамм урана стали источниками излучения, тогда как в Чернобыле непосредственно реакция затронула, по некоторым данным, до двух тонн урана. Специалисты, изучавшие аварию, выявили несколько причин, совокупность которых и привела к катастрофе. Реактор имел опасные конструктированные особенности и не соответствовал нормам безопасности, а соответственно имел технические недоработки. Причем важнейший из этих просчетов был выявлен его конструктором, и тот даже отправил на Чернобыльскую АЭС соответствующее письмо. Но на него никто не обратил внимания. Халатность руководителей главного инженера Чернобыльской АЭС, который отказывался верить в то, что взорвался реактор, так как на тот момент считалось, что это теоретически невозможно. Также имела мест общая недостаточность культуры безопасности в ядерных вопросах, как на национальном, так и на местном уровне. Через полгода над четвертым блоком был построен бетонный саркофаг, который задержал, но не остановил радиоактивное заражение. Остальные энергоблоки вернулись в эксплуатацию вплоть до 2000 года. Но в декабре 2000 года станция прекратила генерацию электроэнергии и была остановлена навсегда. В 2012 году началось возведение нового саркофага. Его длина составила 260 метров, ширина 165 метров, высота 110. Предполагаемый срок эксплуатации этого саркофага – 100 лет. Арка сооружалась на расстоянии от саркофага, чтобы избежать облучения строителей. Затем эта арка весом в 31 тысячу тонн проехала 250 метров и была натянута на саркофаг. И уже подаркой нового саркофага разобрали старый. Проект был завершен в мае 2018 года. Общий бюджет проекта по возведению нового саркофага составил более 3 миллиардов долларов. Для сравнения, отправка на Марс марсохода Curiosity обошлась НАСА в 2,5 миллиарда долларов. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду таких радиоактивных веществ, как изотопы урана 235-го, 238-го, плутоний. А частицы плутония откладываются в костях и печени. Самым опасным является вдыхание плутония, так как он оседает в легких. Также произошел выброс йода 131-го. Йодный удар стал причиной роста рака щитовидной железы. Заболевание признается официально как главное медицинское последствие чернобыльской катастрофы. Причиной заболевания в большинстве случаев было легкомысленное отношение людей к радиации и непонимание, почему они не могут употреблять в пищу продукты, выращенные у себя во дворе. Таким образом, в основном йод 131-й попадал в организм людей с радиоактивной пищей, например, с молоком, мясом или овощами, которые подвергли заражению. Также вылетел цезий 134-й и 137-й, который в большом количестве выпал после аварии. Цезий накапливается в организме человека, в тканях, в кишечнике. Всасывается кровь и приводит к саркоме. Стронце-90 накапливается в костях. Его находят в зубах детей, которые жили на территории ядерных испытаний или ядерных аварий. Радиоактивное облако оставило следы по всему северному полушарию. Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира. Радионуклиды Цезия-137-го после аварии распространились по всей планете. Радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы. Половина всего этого объема выпала на территории России, Украины и Белоруссии. Полный распад Цезия-137-го длится 300 лет. С физической точки зрения сейчас этого дозообразующего радионуклида стало в два раза меньше. Вроде как опасность должна уменьшиться, а этого не произошло. Почему? Радионуклидов стало меньше. Они погружаются в почву, где их хватает и вытягивает наружу корни растений. А снаружи люди, которые потеряли страх и собирают на этих территориях грибы, ягоды, пасут коров. Получается парадоксальная вещь. Цезия становится меньше, а внутреннее облучение у жителей, которые едят эти продукты, больше. Чернобыль не ушел, он везде с нами рядом. Предстоят еще чудеса. Есть еще Плутоний, который сейчас покоится в зоне отчуждения. Период полураспада его 24 тысячи лет. Но он, распадаясь, превращается в Америции 241-й. Его концентрация спустя 35 лет после катастрофы выросла в 20 раз. Америции залегают в верхних слоях почвы. Заражению подвержены животные. Территории, которые были загрязнены Плутонием, в 1986 году станут в 4 раза больше уже к 2056 году. Потому что Плутоний превратится в Америции. По всем этим странам и даже в Ирландии прошел радиоактивный дождь. Казалось бы, на следующий день все СМИ должны активно были вовсю трубить об аварии. Но люди проснулись в полном неведении. Дело в том, что катастрофа 26 апреля 1986 года с самого начала скрывалась советским государством. И только утром, 28 апреля, один из работников шведской атомной электростанции прошел через рамку, придя на работу. И некоторое количество радиоактивной пыли запустило сигнал тревоги. Тогда было установлено, что радиоактивная пыль пришла со стороны Советского Союза. И только тогда СССР был вынужден признать факт катастрофы. Остановить активное извержение радиоактивных веществ из разрушенного реактора удалось лишь к концу мая 1986 года. Благодаря мобилизации ресурсов всего СССР и массовому героизму тысячи ликвидаторов. 600 тысяч ликвидаторов, принимавшие участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России. Из опасных зон было переселено почти 404 тысячи человек. По последним данным, общая смертность из-за Чернобыльской аварии составила свыше 1 миллиона человек во всем мире. И эта цифра будет расти на протяжении нескольких следующих поколений. Вокруг Чернобыльской АЭС в радиусе 30 километров создана зона отчуждения, из которой были отселены тысячи людей. Из где запрещено выращивать сельскохозяйственные культуры, забирать ягоды, грибы, ловить рыбу, пить воду, сжечь деревья и листья. Взрыв на четвертом энергоблоке стал одним из крупнейших техногенных катастроф 20 века, которая сильно ударила по репутации атомной энергетики. После катастрофы в течение 16 лет в странах Европы и Северной Америки не построили ни одной атомной электростанции. В России было заморожено строительство 10 атомных электростанций. Дискуссии о целесообразности использования атомной энергии ведутся и по сей день. Но все-таки нам всем хочется надеяться, что урок Чернобыля будет усвоен достаточно глубоко и широко. Один из многочисленных уроков Чернобыля состоит в том, чтобы не предполагать, а твердо знать, каким образом надо действовать в подобных экстремальных ситуациях. Необходимо помнить тех, кто ценой своей жизни, шагнув в огонь, сумел предотвратить еще большее последствие этой техногенной катастрофы. И в конце нашего урока хочется отметить, что со временем открытия радиоактивности, выяснения ее природы и запасов энергии с ней связанных, ученые всегда опасались, что влекомые инстинктам познания они невольно уподобятся злополучной Пандоре. В 1903 году Резерфорд как-то заметил. Может статься, что какой-нибудь идиот в лаборатории взорвет ненароком весь мир. В том же году Пьер Кюри с беспокойством говорит о своей Нобелевской речи. Можно подумать, что в преступных руках ради станет очень опасным. И здесь уместно задать вопрос, заинтересовано ли человечество в дальнейшем раскрытии секретов природы, и достаточно ли оно созрело для того, чтобы с пользой применить полученные знания. Не могут ли они повлиять отрицательно на будущее человечества? В 1936 году, незадолго до открытия деления урана, Фрэнсис А. Астон возвращается к той же мысли. Доступные источники внутри атомной энергии, безусловно, имеются повсюду вокруг нас. И настанет день, когда человек высвободит и поставит под контроль ее почти бесконечную силу. Мы не можем помешать ему сделать это и лишь надеемся, что он не будет использовать ее исключительно для того, чтобы взорвать своего ближайшего соседа. Ощущение противоречия между логикой, познанием и нравственным принципом не покидало ученых даже в момент их победы над атомным ядром. Всем и теперь сукины дети, сказал Кеннет Бенбридж, американский физик, отцу первой в мире атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру, глядя на зловещий атомный гриб в пустыне Нью-Мексико, где на полигоне в 1945 году был произведен первый в истории ядерный взрыв. «Мы сделали дело за дьявола», – скажет сам Роберт Оппенгеймер 10 лет спустя. При виде атомного зарева ученые не только испытали гордость за мощь человеческого разума, но и сразу же почувствовали и свое бессилие воспрепятствовать преступным применением открытых ими сил. Осознание этого бессилия стало источником многих личных трагедий. «Страшно подумать», – писал Фредерик Соди в 1949 году, «в какие неподготовленные руки наука столь преждевременно вложила силы на многим более четырех лет назад казавшиеся недоступными. А мягкий, кроткий и доброжелательный нобелевский лауреат Отто Ган после Феросимы и Нагасаги был близок к самоубийству. Как ни парадоксально, но именно после изобретения атомной бомбы Европа вот уже столько лет не знает войн. С 1945 года на Земле произошло свыше ста больших и малых войн, но ни одна из них не коснулась территории ядерных держав. Когда-то Альберт Эйнштейн сказал, «Человечеству не хватает только скамейки, сесть и подумать». Ну, наверное, мы сядем и подумаем все с вами вместе. На этом, ребята, наш урок закончен. Благодарю вас за внимание. Альберт Эйнштейн Альберт Эйнштейн